Эй, йоу! Всем привет! Вы на канале OnMyFit, и как вы можете заметить, со мной сегодня возвращение моей девушки Олеси. Привет! Вы что, расставались? Нет, ну просто давно ты не виделась с моими подписчиками. Давно тебя не было. Как вы могли понять из названия, сегодня вместе с Олесей мы выберем самую лучшую коллаборацию Nike. Когда-то давно я делал похожий видос, когда у нас с вами был чемпионат из коллаборации Nike и других брендов, и мы выбирали самую лучшую, но я был один. Сегодня я решил, что мы будем вместе, потому что будет интереснее вам смотреть, будет интереснее мне выбирать, мы будем ссориться, мы будем обсуждать, мы будем выбирать самые лучшие. В общем, нас ждет суперкрутой видос. Но прежде чем мы приступим, хочу вам напомнить, что любые кроссовки, которые вы видите в сегодняшнем видео, или вообще абсолютно любые другие, о которых вы мечтаете, вы можете купить на сайте OnMyFit. А если вдруг вам хочется любую вещь из Европы, например, такую футболку, или такой свитшот, или вообще что угодно, то обязательно переходите на наш байерский проект OnMyVish. Все ссылочки в описании. Собственно, как будет выглядеть наш чемпионат? У нас есть 16 пар, которые я лично отобрал перед этим видосом. Сразу скажу, что здесь, понятное дело, не все коллаборации, здесь 16 пар, которые мне показались самыми лучшими, самыми достойными поучаствовать в этом видосе. И именно между ними мы будем и выбирать самую лучшую коллаборацию Nike. Первая битва у нас трешки Аммониры и Форсы с Туси. Такая чисто битва бежевых кроссовочек, что ты скажешь? Если бы перед тобой поставили и ту, и ту пару, тебе вот надо было бы одну взять себе. Маниры. Маниры? Почему? Ну они же типа теплые. Хотя, да, я бы тоже... Окей, да, ладно, нет. В принципе, тупой. Я заглючил 100% Аммониры, здесь даже туда нечего. Нет, я очень хотела Аммониры, и мы взяли мусленные, и я, в принципе, была рада. Ну да, но только мусленные как раз канвасные, как Стуси, а Аммониры кожаные. Да, ну Стуси... Ну нет, согласен, да, типа... Они типа издалека выглядят как обычные Форсы. Ну да, согласен. В принципе, типа Стуси нормальные Форсы, но это не crazy какая-то коллаба, а Аммониры, когда вы, что они просто... Такая, типа, S. А, да, этот локотипчик маленький. Да, 100% Аммониры, я не знаю, что я вообще вначале говорил, я так думал, тупо. Они зимние. Едем дальше. Они зимние, я, я не знаю, заглючил. Дальше у нас битва гигантов, но, в принципе, я думаю, что она тоже достаточно очевидная. Реверс Моки от Тревиса и Union LA в расцветке Лейкерс. Вообще, это моя вот из всех трех расцветок, которые выходили. Вот это Лейкерс, мне понравилось больше всех, но я все равно 100% говорю от Тревиса. Ну не знаю, бы паспорт покупала. Серьезно? Вместо Реверс Мок? Потому что, типа, Тревис высирает, делает коллаборации. Я вообще ничего не понимаю. Он делает коллаборации чаще, чем Union LA. И Union LA это, типа, классная компания, у них классные коллабы. Всегда, когда они выходят, это интересное событие, они просто вот, о, Тревис делал кроссовки, поменял цвета. Да, но мне кажется, ну, типа, даже если смотреть, вот, если забыть, что это... Он просто поменял цвета в этих кроссовках. Да, но если забыть, что это коллабы, я все равно... Они даже называются Реверс Мок. Ну, понятно, понятно. Но если бы я забыл, что это коллабы... Они даже с названием не задумывались. Ну, потому что так и есть. Но если бы забыть, что это коллабы, мне все равно Реверс Мок нравится гораздо больше. Во-первых, выходило три расцветки, Union LA. У этих выходило уже пять. Сдирается слой. Ну, хозяи, я за Реверс Мок. Они не просто называются так. Там еще и история о том, что они были вдохновлены старой какой-то коллекцией. Ладно, хорошо, а ты за паспорт тег? Да. Я за Реверс Мок, давай, на Суифа. Ты выигрываешь этот какой-то же. Мы вот так будем мешать. А как еще вырежим? Я за Реверс Мок. Серьезно, ты не можешь, типа, быть за Реверс Мок. Обычный релиз Тревеса, там еще куча Тревеса, типа, оставь этот ход мне. Нет, у меня Суифа. Я девушка. Но знаете что, я за Реверс Мок. Там у тебя куча еще Тревеса, погомнись. Дальше снова Тревеса, но здесь Данк СБ и опять Union LA и Тревеса. Но вот тут я... Хотя, я не знаю, как это сказать, что за Union LA, потому что мне очень нравится. Ну, это старье. Ну, это старье, но это лучшие кроссы. Ну, это старье, типа... Это одни из лучших кроссовок, в принципе, вообще в истории. Типа, Union LA и четверки просто охуенные, особенно вот эти вот первые. Это просто был, типа, отрыв в пиписке. Там вместе с ними еще и Гуавайсы выходили, которые просто божественные. Но мне все равно кажется, что из Би Данки ничто не победит. Ну, они хорошие, типа, это старье. Это просто уже неактуально. Твой же аргумент с предыдущего этого приведу, что у них снимающиеся словеры. Да, но это просто неактуально. Мы сейчас в 2023 году, и, типа, эти кроссы, это уже неактуально. Нет, мы выбираем Тревеса. Подожди, давай на Суифа. В смысле? А почему мы предыдущие не на Суифа в Тревесе? Шоландовы на Суифа. Цу-е-н-цу-е-фа. Бля, жесть, я в шоке. Я в шоке, что мы... Пипец, у меня слов нету. Трэш. Опять бой бежевых. Это Жак Мюссы, Эйр Хумара и четверки. Вайте, я думаю, что тут все очевидно. Типа, Хумара, во-первых, силуэт, мне не очень понравился. Это хорошие кроссы, но, вот, честно, они на людях смотрятся очень по странному. То есть, на барнях, если ты не одеваешься, как такой гном-кор, штаны-чинесы, то эти кроссы очень странно выглядят. А в Хвате, ну, типа, вот это точно классика, вообще непобедимая. Это, типа, гениальные кроссовки. Тут даже думать не о чем. Теперь о Мамонире и... Опять данки Юнин Лэй. Ну, вот тут я точно за Мамонире. Типа, если в Тревесе я еще мог подумать, тут я точно за Мамонире. Во-вторых, мне очень нравится силуэт трешек. Во-вторых, мне очень нравится их сочетание цветов. Такие супер приятные, мягкие. И вот, опять же, там в коллекции три расцветки. Ну... И там интересная история. Ну, хорошо, ладно. А, поставили там на язычке. Хорошо, ладно, fair point. Теперь у нас битва четверок. Вот это, кстати, реально очень сложно, потому что мне эти-эти прям супер нравятся. Во-вторых, в Уф-Вайт такие, типа, более... Серьезно, я бы, наоборот, меня не искал. Почему ты топишь на Юнин Лэй? Я тебе объяснила, у меня логически все. Типа, ты только что обосрала Мамонире, которая, в принципе, очень похожа на Во-вторых. Нет. Во-вторых, именно эти, это каноничная пара. Тревесы тоже СБ, это супер каноничная пара. Ты сказал, что они не актуальные, ссоры. Нет. Эти кроссовки, они реально олицетворяют прям, типа, ну, это легендарные кроссовки. У Юнин Лэй были Гуава Айс, и там расцветки интереснее, и черная расцветка Оф Нуар, и бежевая расцветка Гуавы. Ну, они, типа, просто разноцветные, красивые кроссовки. Не, они слишком яркие. Кто? Файты? Так есть Гуава Айс, и для тех, кто не любит яркие. Они, типа, кроссовки клоуна. Ну, ты Гуава, чувак, ты шутишь? Они, типа, черные, черные. Что? Ну, они какие-то, типа, как эти, как попугаи. В смысле, они очень спокойные. Все же меня сблокируют, реально. Я за Юнин, потому что две расцветки, и мне нравится, что там, типа, есть яркие элементы, и вообще, это немножко доработок. Там еще язычок, типа, загнут. То есть, видишь, они чуть-чуть, кажется, что отличаются, потому что у них был, типа, язычок вот так вот загнут и, типа, зашит. Поэтому кажется, что у тебя, как будто, типа, низкие четверки, на самом деле, допустим, четверки. Ну, Сереж, ты согласен, что, типа, вот эти кроссовки, они историю делают? Да, я согласен, но конкретно, если бы... Это просто они тебе нравятся. Ну, если бы мы сейчас поставили вот две, типа, пары, я бы взял Юнин Лейси. Ну, я бы, на самом деле, и то, и то, я бы, типа, я бы не отказался от четверки офвайт. Мне очень нравятся четверки офвайт, но почему-то мне хочется Юнин Лейси. Ну, ладно, хорошо, из истории возьмем офвайт. Нет, ну, давай, давай. Все, все, я уже взял офвайт. И теперь выбираем первого финалиста слева, но я думаю, здесь, вот здесь точно все очевидно. Опять же, история, суперкрутые кроссы, четверки, силуэт мой любимый, расцветка крутая. Паспорт пэк, да, круто, но все-таки, типа, Данки, это не лучшая, ну, Данки Юнин Лейд, не лучшая, типа, коллаба. Все классно, но это все-таки, типа, каноничнее. Теперь переходим к правой части таблицы, и здесь у нас новые кандидаты. И первая битва, это офвайт и 50. Здесь картинка первых, но мы, типа, включаем все 50 лотов, потому что 50 лотов не вставим. И коллаба SB с Polaroid. Ну, блин, ну тут, типа, тяжело. Че? По-моему, это самый простой выбор на планете. У меня есть Polaroid. Я понимаю, но, блин, опять же, каноничная история, 50 оттенков, Virgil. Просто это классная пара, и, типа, ты ее ставишь, тут нельзя срам. Это не я, ты их рандомно раскидал. Ну, блин, ну, окей. Ну, как бы, файты, но Polaroid, типа, получает медальку, типа, спасибо за участие. Дальше у нас битва первых высоких джорджинов, их у нас еще не было. И здесь у нас Человеки-пауки, мы включаем две пары Человек-пауков, одни, которые вышли вот на прошлом неделе, и одни первые, я поставил первые, потому что они симпатичные, которые вышли сейчас. И единички от Virgil, там тоже было три расцветки, UNC, Чикаго и белая. Леся жестко захейтила пару Человек-пауков, она просто сказала, чтобы я ее удалял отсюда. Блин, потому что столько пар выходило классно, и ты ставишь кроссовки 2018 года. Нет. А эта пара мне вообще не нравится. Одна вышла неделю назад. Высокие, голубые. Нет, там голубые, Чикаго и белые. Ну, Чикаго белые норм, ну, третья по носу. Серьезно? Тебе не нравится UNC? Че? Ничего, они поносные, они дешево выглядят. Ну что, хорошо, для тебя это тогда битва, типа, поноса с мочой. Что ты выбираешь? Я не хочу участвовать, муж сам. Хорошо, я сам выбираю, я выбираю фуайты, но Человек-паук, особенно 2018 года, топовая пара. Вот, дальше битва новых кроссовок, все как ты любишь. Здесь у нас четверки SB, Пайн Грины. Четверки SB. Почему мы в этом просто выносим Трэвиса? Это первая коллаборация вообще с SB. Такого никогда не было. Ну, первая, были единички SB. Нет, Джордан 4 и... Ну да, но... А это первая коллаборация с фрагментами, это вообще... Это ренессанс, это типа, вообще, это... Ну, мы не можем выкинуть фрагменты Трэвиса. Там еще и высокие выходили. И это и первая коллаба Трэвиса с фрагментами. Ну, типа обычная. Просто, типа, кусок Трэвиса. Вот, ты ходишь? За Трэвиса. Тавань, ЦУЕФА. ЦУЕЕ НОНИСЦУЕФА. ЦУЕЕ НОНИСЦУЕФА. БЛЁА! Ох, Трэвис просто во всех битвах отсосал вас. Ни одного Трэвиса нету в финале. А почему ты не добавил Оливы? Ну, я выбрал самые крутые, типа, я поставил все Трэвису. Добавил Оливы, Реверсмоки. Они крутые, но Реверсмоки фрагменты. Ну, фрагменты, потому что каноничные. Мне Реверсмоки вообще не нравится. Жесть, я извиняюсь, что я ее позвал. Последние два участника, которым мы еще не были знакомы, это Хоритосы и лобстеры, оранжевые лобстеры. Мы недавно с тобой буквально пару дней назад держали Хоритосы в руках. Ну, я за Хоритосы. Типа, потому что лобстеры, конечно, крутые. Допустим, если бы мы говорили про фиолетовые лобстеры, про синие, да, круто, но они никому не доступны. Они, блин, надлежат 10 пар, и кто их не может потрогать, да? Ну, синишками носки. Ну, синишками носки, да. И еще у них упаковка очень классная. Там, типа, есть ракушка для лобстера. У них такая скатерска. Да, скатерска квадратная прикольная. Ну, не знаю, Хоритосы просто очень... Да, типа, мне очень нравятся материалы. Мне очень нравятся они качественные. Еще у них срезается верхний слой. Да, и там приятненько внутри. Да, и еще лимонадки выходили вместе с ним. Да, и цвет классный. И цвет классный. Все такие однотонные, типа. Ну, да, и как бы оранжевые. Ну, ну, что с ним взять? Лобстер? Ну, в принципе, да, лобстер. Не поспоришь. Что, беремлю Хоритос? Да. Супер. Мы первый раз на чем-то согласились. Первый раз битвы Gigant for Fight, но я думаю, что ты точно за Данки, раз ты так запоносила головы и Джорна. В принципе, я тоже за Данки, потому что, типа, во-первых, там 50 расцветок. Можно вообще какую хочешь выбрать. У меня теперь чувство себя плохо, потому что Трэйвесов нет. Они даже полуфилан. Реально, я тебе говорю, ты Трэйвеса просто упоносила. Теперь мне не верно. Ну, уже поздно. Трэйвес уже где-то плачет один, бедный. Теперь у нас битва зеленых гигантов. Четверки СБ и Хоритос. Кстати, реально сложный выбор. Я вот не знаю, что бы я выбрал. Хоритоса. Хоритоса? Ну да. Не знаю, я за... Ну, хотя нет, я... Потому что, блин, я не знаю. Я очень люблю четверки, но в то же время коллабос Хоритоса... Ну, не, они интереснее. Там, типа, интересные материалы. Ну да, я согласен. И слой срезается. Ладно, окей, Хоритос выходит. И теперь мы выбираем второго финалиста. У нас Данки против Данков. Данки оф Вайт или Данки Хоритос. Типа, достаточно очевидно было бы сказать Данки оф Вайт. Потому что там, как минимум, 50 расцветок. Но мне хочется сказать Данки Хоритос. Потому что... Ну да, я не спорю в оф Вайт. Там, типа, каноничная история. 50 расцветок. Последняя... Одна из последних коллекций Вирджила. Но, блин, ну, типа... По-моему, уже она надоела. Ну, в том плане, что... Ну, не то, что надоела, но, типа... Ну, да, там... Ну, да, 50. Ну, да, там шнурочки поменяли. Ну, да, шнурочки поменяли. Подошку поменяли. Типа, она крутая. Спору как бы нет. Но, если говорить... Я вспоминаю, как я держала вот эти Хоритосы. Прям очень крутая пара. Не знаю, я прям так... Проник всей... Дорогая, конечно, но... Куда это? Угу, Хоритосы. Да, я тоже за Хоритосы. Возможно, сейчас засрут в комментариях за подобный выбор, но... Меня уже там, наверное, поносили за Трэвиса. Тебя за Трэвиса? Я надеюсь, что вы запоносили ее за Трэвиса. И что же... Там уже написали, о, Леся, неправа. Да, реально. Ну, что же, у нас теперь гранд-финал. Сейчас мы выберем самую лучшую коллаборацию Найки с кем-либо. И в финале у нас встретились максимально неожиданные контендеры. Мексиканские Хоритосы и четверки Офф-Вайт. Ну, не знаю, выбор на самом деле максимально сложный. Хотя бы, казалось бы, типа, Гигант Офф-Вайт против Лимонада Хоритос. По сути, все должно быть просто. Но опять же, из-за того, что я буквально недавно в руках держал Хоритосы, они у меня до сих пор в сердечке. Гиганты Лимонада, ты сказал? Нет, Гиганты Офф-Вайт и Лимонад Хоритос. Что типа, Лимонад, по сути, никак не связан с кроссами. Но он дошел у нас в финал. Не знаю, я, наверное, все равно за четверки. У нас есть одна знакомая, у которой есть вот эти кроссы. Да. И она называет их My Babes. Да, она называет Мои Малыши. Поэтому, не знаю, я точно за Малышей. Как бы, Хоритосы круто. Хоритосы занимают прям жесткое второе место. Спорить не буду. Но все-таки, мне кажется, четверочки покруче. И силуэт круче, и коллаба звонче. Четверки. Поздравляю. Мы выбрали лучшую коллабу, и мы даже не поссорились. В общем, лучшая коллаборация Nike, которая когда-либо выходила, это четверки Офф-Вайт. Спасибо за просмотр. Ну что же, на этом все. Напоминаю, если вдруг вы хотите пройти такой чемпионат сами, то ссылочку я оставлю внизу. Я с этого ничего не получаю, ни денег, ничего. Так что это просто для развлечения. Можете пройти и отметить меня у себя в сторис в Инстаграме. Я обязательно вас репостну. Смотрите, там, влажно, на казино. Реально, на букмекеров. Ну и нет, если вы меня отметите в Инстаграме, я просто вас репостну, и будет у нас веселье. Напишите в комментариях, что вы думаете про наш выбор, и что бы выбрали вы сами. Огромное спасибо за просмотр. Всем приятного аппетита, хорошего дня, и бай-бай. Покупайте трефсы. Они тут не прошли, но это хорошее. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok